Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «Любим одних, а живем с другими». Хотя люди склонны сосредотачиваться на многих положительных аспектах здоровых отношений, также важно бороться с плохими, особенно когда отрицательное поведение превращается в токсичность и жестокое обращение. Насилие в отношениях может принимать различные формы. Помимо физического насилия, существует также эмоциональное и психологическое насилие, которое труднее распознать. Женщины по статистике чаще проявляют его. Стоит признать, что мы хитрее и чаще действуем с помощью манипуляций. Мы составили список основных признаков нездоровых отношений. Ты уделяешь мне мало времени. Чувство отдаленности от близких вам людей в отношениях – это красный флаг. Возможно, они заставляют вас чувствовать себя полностью зависимыми от них или виноватыми из-за того, что вы проводите время с другими. Независимо от того, как они это делают, ваш партнер никогда не должен заставлять вас чувствовать себя изолированным от семьи, друзей и других близких людей. Любовь не компенсирует нервное напряжение. Фото onsplash.com Давай, иди к своим подружкам, они же лучше. Хотя ревность естественна и неизбежна в определенных обстоятельствах, она также может быть токсичной в зависимости от того, как вы или ваш партнер справляетесь с эмоциями. Ревность особенно вредна, когда она используется как предлог для собственнических, агрессивных или контролирующих действий. Кроме того, чрезмерная ревность может выявить недостаток доверия, который является ядом в любых отношениях. Опять ты все испортил. Когда дело доходит до обвинений, проигрывают все. Немедленное снятие вины при столкновении с проблемой не позволяет вам и вашему партнеру прислушиваться друг к другу и вместе решать проблему. Винят ли они вас, свой прошлый опыт или кого-то еще, неспособность взять на себя ответственность за свои действия – плохой знак. Нам нужно серьезно поговорить. Не следует путать чрезмерные споры со страстью. Даже если аргументы кажутся незначительными, частые небольшие ссоры могут указывать на более глубокую проблему. Если вы постоянно повышаете голос друг на друга, у вас могут быть нерешенные проблемы в общении. Но когда ты уже повзрослеешь? Отношение друг к другу как к проектам, а не к людям – это катастрофа. Нечестно по отношению к вам обоим пытаться превратить партнера в вашу версию идеального человека. Хотя у каждого есть области, которые можно улучшить, попытки изменить основные аспекты друг друга, признак того, что вы несовместимы. Скандальные женщины никому не интересны. Фото unsplash.com Если вы или кто-то из ваших знакомых находится в физически, эмоционально или психологически оскорбительных отношениях, не бойтесь просить о помощи. Бесплатные и конфиденциальные ресурсы, такие как горячая линия по вопросам домашнего насилия или кризисные центры. Напоминаем, прочитай статью «Любим одних, а живем с другими» по ссылке ниже.